Не верьте шампанскому, оно искрится, как алмаз, прозрачно, как лесной ручей, сладко, как нектар. Ценится оно дороже, чем труд рабочего, песнь поэта или ласка женщины. Но держитесь от него подальше. Шампанское – это блестящая кокотка, мешающая свою прелесть с ложью и наглостью гаморы. Шампанское – это позолоченный гроб, полный костей мертвых и всякие нечистоты. Человек пьет его только в часы скорби, печали и оптического обмана. Он пьет его, когда бывает богат, присыщен, то есть, когда ему пробраться к свету так же трудно, как верблюду пролезть сквозь игольное ушко. Шампанское – есть вино укравших кассиров, альфонсов, безуздых соврасов и кокоток. Шампанского прежде всего ищите там, где пьяный разгул, разврат, объегоривание ближнего и торжество гешефта. За шампанское платят нетрудовые деньги. Платят за него шальные, лишние и бешеные, часто чужие. Вступая на скользкий путь, женщина всегда начинает шампанского, потому-то оно и шипит, как змея, соблазнившая Еву. Пьют его, обручаясь и женясь, когда за две-три иллюзии принимают на себя тяжелые вериги на всю жизнь. Пьют его на юбилеях, разбавляя лестью и водянистыми речами за здоровье юбиляра, стоящего обыкновенно уже одной ногою в могиле. Когда вы умерли, шампанское пьют ваши родственники от радости, что вы оставили им наследство. Пьют шампанское при встрече Нового года, с бокалами в руках, кричат ему «Ура!» В полной уверенности, что ровно через 12 месяцев дадут этому году по шее и начихают ему на голову. Короче, где радость по заказу, где купленный восторг, где лесть, словоблудие и пресыщение, где тунеядство и свинство, там вы всегда найдете вдову клико. Нет, держитесь от шампанского подальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!